Добрый вечер. В эфире национальная вещательная компания САХА. Программа «Не пропусти главное». Здравствуйте, дорогие телезрители. В эти дни в республике проходят мероприятия, посвященные Дню Арктики, который отмечается в Якутии с прошлого года. Завтра начинает работу российская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы возрастной патологии в Арктическом регионе». Жизнь проходит мимо и не кланяется, как суровая соседка говорила незабвенная Фаина Степановна Раневская. Да, действительно, в последнее время жизнь набрала достаточно серьезный темп, постоянные стрессы и непонятно, как прожить дольше и дольше, оставаться здоровым и активным. Об этом мы поговорим в сегодняшней программе с нашими гостями, мировыми светилами в области науки, в области долголетия. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 4238-97. Уважаемые телезрители, вы тоже можете принять участие в нашем разговоре. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Спасибо вам, что вы нашли время. Несмотря на то, что вы многие сегодня только прилетели в Якутск, но вы сегодня здесь и в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо. Ну и начнем наш разговор. Действительно, тема очень интересная. Я думаю, она заинтересует практически каждого. Но начнем с того, что вообще цикл нашей жизни, он же довольно прост. Это рождение, это расцвет, старость и, к сожалению, смерть. Но вот когда мы говорим о процессе старения, это же естественный процесс. Его, конечно же, бояться не надо. Ничего страшного в этом процессе нет. А вопрос тут в другом. Почему проблемы, возникающие с возрастом, для одних наступают довольно в раннем периоде его жизни, а другие и в преклонном возрасте ощущают себя вполне себе здоровыми и бодрыми? Владимир Хацкевич. Спасибо. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вот наша конференция, которая, кстати, первая по геронтологии, так и в истории Якутии, это очень важно. И сюда приехали представители различных регионов России, которые имеют опыт в этой области, в области возрастной патологии, а также из других государств. В том числе из Италии. Вот мы находимся, председатель секции клинической геронтологии, исполкома Европы, то есть главный геронтолог клинической Европы. Мы ему рады за то, что он сумел приехать. Почему эта проблема так важна сегодня? Дело в том, что человечество вступило в этап постарения как вида. Стареет и человек, стареет индивид и стареет вид. Так вот, человечество стареет на всех континентах. И поэтому интерес и, я бы сказал, проблема людей старшей возрастной группы является государственной проблемой. И основной задачей является, конечно, не просто продление жизни как таковое. Кстати, верхний предел это 110-120 лет. Да, и рекорд СССР и России принадлежит якутянке. Варвара Семенникова, которая прожила 117 лет. И то, что это известно во всем мире. Так что Якутия здесь впереди всех. И вот, вы знаете, проблема, как увеличить ресурс организма, не просто продлить жизнь, а ресурс организма, чтобы люди могли работать до 70, до 80, а может до 90 лет, эффективно и энергично. Вот эта проблема является важнейшей. И вот завтра на конференции мы обсудим все эти подходы и клинические, экспериментальные, и социальные. Что можно сделать, что предложить, и в том числе населению Якутии. А вообще, ну в каком возрасте начинается старость, наверное, для среднестатистического человека? Может, такой вопрос. Какая-то ведь градация существует у вас, ученых? Вот уже старый человек, вот еще молодой человек. Существует градация, она, конечно, немножечко условная. Люди пожилые, это 60-74 года. Люди старческого возраста, это 75-89 лет. 90-99, это долгожители. 100 и выше, столетние. Вот такая градация Всемирной организации здравоохранения, которая придерживается во всех странах мира. А сейчас, кстати, продолжительность средней жизни в России сколько? Ну, примерно. Длительность средней жизни в России в среднем считается. Вот я являюсь главным геронтологом Санкт-Петербурга. Я могу сказать о Санкт-Петербурге. Пятимиллионный город. И у нас миллион двести людей пожилого возраста. Миллион двести. 25% населения. Это самый старый город России. И вот у нас продолжительность жизни, у мужчин 71-72, вода колеблется, у женщин 74-75. То есть мало доживает до старости. Но, но, но. Мы провели специальное исследование в Петербурге. Взяли такой один родной район, такой экологически хороший, чистый, где проживает интеллигенция, которая работает на одном из таких космических предприятий. И мы были удивлены. Оказалось, длительность жизни у женщин оказалась 82 года, а у мужчин 74. То есть социальные аспекты жизни являются крайне важными. То есть образ жизни, уровень культуры, образования, воспитания. Поэтому старение начинается от уровня культуры и воспитания, образования. Вот это очень важно. А действительно же за последние, или это я ошибаюсь, за последние сто лет продолжительность жизни, она вообще в мире удвоилась. Так ведь есть такие данные, да, Владимир Николаевич? Не совсем так. Это каждые, за последние вот 160 лет, каждые три года удваивается число столетних. А, число столетних. Ага. Не общая продолжительность жизни, а именно число долгожителей. И увеличивается стремительно общая доля пожилых людей, популяции. Причем, если раньше появились недавно публикации в Ванцете, это ведущий журнал клинический, в котором было показано, что французы за 30 лет удвоили число 60-летних людей, долю. А, скажем, Бразилия, Япония и Китай за 2-3 года последних, за 5-летие. То есть темпы нарастания числа доли пожилых резко усиливаются во многих странах. Ну и у нас в Якутии тоже самое, хотя уровень постарения у нас намного ниже, чем в России. Но, тем не менее, с 59-го года до настоящего времени удельный вес пожилых вырос почти в два раза. То есть мы тоже фактически соответствуем современной тенденции это постарение у населения. Владимир Хацкелевич сказал о том, что Якутия на первом месте, но в Советском Союзе Якутия занимала, наверное, третье-четвертое место. Да, четвертое место. Четвертое место. После Дагестана, после Абхазии, наверное, Азербайджан там где-то тоже. Азербайджан приехала у нас в числе участника конференции директора физиологии Улдуз Хашимова как раз из Баку, из Азербайджана. И они занимаются изучением долгожителей в своих регионах. И что они нашли немножечко общего? Что предгорные какие-то массивы, регион в Якутии схож в чем-то с азербайджаном. Вот они проводят такие параллели. И вот доктор Барбагаля, кстати, он тоже изучает, ну не только в Европе, в мире, какие закономерности в разных странах, где проживают больше долгожителей. Тут есть некие закономерности. Ну давайте обратимся тогда к господину Барбагалу. Будьте добры, действительно, вот Владимир Хацкелевич сказал, какие закономерности существуют в мире? Как вы видите? Ну, первое, я не знаю, что я говорю в английском, потому что я не знаю вашу прекрасную язык. Но давайте скажем, что как главный директор Интернациональной социальной гераритической гераритической, я рад быть в Якутии. И в Якутии. И в России, в России, это один из самых активных в гераритической гераритической гераритической. И я думаю, что сегодня мы будем поговорить о том, что есть какие-то паттерны Icai. И сегодня я хочу сказать, что вот в России у нас есть очень хорошие и ученые, и они известны по всему миру, именно по гериатрии. И завтра на конференции я буду как раз говорить о том, какие вот такие общие черты и т.д. находят долгожители по всему миру. А сегодня вы нам об этом рассказать не хотите? Мы можем узнать от людей, которые достигли 100 лет, как достигнуть до 100 лет. И что хорошо, то что мы можем у долгожителей научиться тому, как жить долго. То есть мы можем посмотреть на их опыт, то, как они жили, и прямо так же изменить свою жизнь таким образом, чтобы нам тоже достичь такого возраста. Спасибо. А вообще, в принципе, процесс старения, он получается достаточно естественный процесс. Можно ли с ним вообще бороться? И нужно ли с ним бороться с этим процессом старения? И каким образом? Хочу сказать, что вообще процесс старения – это физиология. Так же, как вы сказали, рождение, развитие, смерть. Но мы сейчас говорим о том, что процесс есть физиологические старения. Это примерно старение начинается 90-95 лет. Это процесс физиологический. А мы все стареем преждевременно. В этом проблема. Почему? А почему? Да, а почему? Именно это связано с различными условиями жизни. На это влияет экология, питание, ну, вода, конечно, физкультура, технологии медицинские есть или нет. Это все вместе, это процесс интегральный. И поэтому старение может… Да, конечно, это зависит от генетики. От генетики зависит примерно 25-30%. Кстати, большие исследования идут в Якутии по генетике. Вот были диссертации докторской Ольги Викторовны. Были выполнены такие очень интересные исследования, которые имеют такое общероссийское значение. Я хочу сказать, что вот именно эти… Так как процесс многогранен, то можно, регулируя каждый из них, можно добиться хорошего результата. И вот когда вы спрашивали по поводу, когда начнется старение. Старение начинается примерно, ну, где-то около 40 лет. В общем, процесс старения начинает уже развиваться более-менее заметно. Как печально. Заметно, печально. Но не так печально. Потому что существуют уже методы замедления процесса старения. Вот это самое главное. Очень большие достижения Украинского института геронтологии. Это был в СССР, был мощный институт. Он и сейчас существует, мы с ним работаем. И, в общем-то, не так все печально. И есть уже методы замедления процессов старения и достижения эффективного возраста. Даже, вот, пожалуйста, например, лауреат Нобелевской премии Борис Иванович Алферов. Ему 86 лет исполнилось. Депутат Госдумы, эффективный человек, ректор университета. Фёдор Углов, скажем. Вот, Фёдор Углов был, совершенно верно. Дожил до 104 лет. Борис Аркадьевич Лапин. Да, вот, Борис Аркадьевич Лапин, директор института медицинской приматологии. Ну, там, где много-много обезьян. Это в Адлере, в Сочи. Прекрасно. 95 лет. Да. Ну, Зельдина все знают. Ну, актёра Зельдина. То есть, есть очень много людей, примеров, когда люди в таком возрасте, в общем-то, очень важно изучать их образ жизни, почему, и себе применить. Ну, в конце передачи мы, конечно, скажем некоторые советы для наших телезрителей, что надо делать, чтобы, ну, прожить подольше и поэффективнее. Ну, смотрите, вот... Хорошо, давайте прервёмся на короткую рекламу, а потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха. В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим о проблемах возрастной патологии, о вопросах возрастной патологии в Арктическом регионе. Ну, вот, мы уже говорили о том, что жители Якутии, они славятся своим долголетием, это уже общепризнанно, хотя, казалось бы, всё против нас. Это очень суровый климат, это жирная, может быть, пища, это... Много факторов, на самом деле. Но давайте мы сейчас вам хотим предложить посмотреть видеосюжет, который сняли вчера в нашем гериатрическом центре, и там у нас очень много пожилых людей, и есть очень старые люди, есть долгожители. Пожалуйста, видеосюжет. Якутийский гериатрический центр существует уже 16 лет. За годы своей работы тысячи пожилых людей со всей республики Саха получили здесь медицинскую помощь. Старость неизбежна, но каждому пожилому человеку хочется, чтобы подольше оставались силы и побольше было бы здоровья. Наш суровый климат накладывает свой отпечаток на процессы старения. А значит, и болезни пожилых людей имеют у нас свои особенности. Особенности климата, условия севера, может, да, действительно влияют на качество жизни. Первое место занимает сердечно-сосудистые заболевания. И, значит, второе место занимает органы дыхания. Третье место занимает заболевание опорно-двигательного аппарата. У пожилых людей не одно заболевание бывает. Их несколько. Значит, это называется полиморбидность по-ночному, да, сочетая несколько заболеваний. Значит, у больного, например, может быть сахарный диабет, гипертоническая болезнь и, значит, полиостеартроз может быть. Хорошая экология, чистая еда и умеренные физические нагрузки – вот и составляющие, которые позволяют жить долго. О том, какие секреты существуют у долгожителей, мы поговорили с Марфой Михайловной Басыгысовой, 98-летней пациенткой герриартического центра. Бабушка рассказала нам про свою длинную жизнь. Родилась в 1918 году в Ленском районе. В детстве ее пришлось на становление советской власти. Родители были безграмотные. Отец охотился, была своя спец. Работа пришла в колхозе с 12 лет. Грамоте научилась позже других детей. Работе приходилось руками. Гасили косой сено, сырбом зерновые культуры. Работали много и тяжело. На наш вопрос, в чем секрет ее долголетия, Марфа Михайловна ответила. Не курить, не употреблять спиртные напитки, питаться натуральной пищей – мясом, молоком, кисломолочными продуктами, маслом. А на вопрос, о чем Марфа Михайловна еще мечтает, бабушка ответила. Не болеть бы. Старость – это не приговор. Это просто еще один этап в жизни человека. И пусть у каждого он будет наполнен светом, радостью и счастьем. Людмила Ильясовна, гириатрические центры, они ведь есть не в каждом регионе страны. И вот скажите, пожалуйста, насколько они выполняют свою функцию и какова их задача этих гириатрических центров? Это лечение или возрастных болезней? Или это сейчас пока по большей части какие-то социальные услуги? Нет, однозначно скажу, что это не социальные услуги. Это в свое время, то есть уже десятилетия назад, более двух десятилетий назад в Якутии на Дальневосточном федеральном округе это был единственный субъект, который создал гириатрическую службу. И в Якутии были подготовлены первые врачи-гириатры. То есть тогда уже говорилось о том, что должна быть государственная политика, что в отрасли здравоохранения должны быть люди. Есть педиатры, есть терапевты, да? И обязательно должны быть врачи, которые следят, отслеживают и, наверное, контролируют здоровье пожилого населения. То есть сегодня мы хотим пойти дальше. Когда говорится о качестве жизни, мы должны говорить о том, что должны быть люди, которые обучены, которые ведут это направление. И не просто гириатрические центры или гириатры. Мы сегодня не просто говорим об открытии гириатрических отделений в центральных районах, больницах. Мы сегодня не просто говорим о том, что должны быть врачи, которые в поликлиниках, отдельные доктора, которые занимаются пожилым населением. И они не должны быть в общей системе участковых. Они должны отдельно вестись отдельным доктором. То есть и при этом должна быть однозначно программа субъекта о развитии этого. И должны быть цели и задачи, которые мы будем достигать. То есть сегодня должна быть стратегия развития не просто гериатрического направления, это большое направление по геронтологии. Мы должны сегодня ставить перед собой задачи. И тем более мы понимаем, что в Якутии есть очень серьезный потенциал. Это потенциал экологический. Это все равно здоровая пища сегодня. Это понимание людей. И, конечно, те традиции, которые есть у народа, который живет в республике Саха-Якутия, все это надо культивировать, возобновлять и ставить на уровень государственной политики. Поэтому это та вот конференция. И вот те коллеги, я хочу поблагодарить за их участие, за то, что они приехали к нам в республику. Потому что нам сегодня не только надо говорить о тех научных исследованиях, которые есть, чтобы мы здесь будем это развивать. А, конечно, это применять в практику, внедрять это в жизнь. И чтобы это было образом жизни каждого человека, который живет в республике. Чтобы он был нацелен на свое здоровье и понимал, что его здоровье в его руках. Ну, естественно, и жизнь, и количество продленных этих лет, да, которые он отдаст республике, при этом трудясь. Спасибо. Ну вот, наверное, да, пожалуйста. Да, социальные услуги у нас предоставляются более 70 учреждениями системы социального обслуживания населения нашего министерства. И там, кроме домов-интернатов, у нас есть и комплексные центры социального обслуживания. Также вот в последнее время у нас развивается институт приемной семьи. На сегодня у нас 76 семей, которые взяли себе домой людей преклонного возраста. И они в семье живут и, в общем-то, лучше себя чувствуют, чем в интернатных учреждениях. И, наверное, все вы слышите, что у нас развиваются также и школы третьего возраста. Это как раз улучшает качество жизни людей преклонного возраста. Ну, действительно, на продолжительность жизни, во-первых, наверное, влияет это качество жизни, это уровень жизни. Ну, о факторах мы уже в самом начале говорили. Это и экология, это и Владимир Николаевич говорил о том, что и культура, и уровень интеллекта, образование. Но если посмотреть на наших долгожителей, вот даже вот бабушка, многие наши долгожители, они университетов-то не заканчивали. Они не имеют практически, ну, большинство, наверное, не имеют образования. Тут все-таки что-то немножко другое. Вот я хотела к профессору Барбагала обратиться. Вот с таким вопросом. Наверное, проводились, не наверное, а точно, медико-биологические исследования в популяциях с высоким индексом долгожительства. Вот какие общие черты долгожителей вы могли бы отметить? Вы видите на видео, на телевизионном виде, на маленький девушке 98-летний. И это мы видим, что в мире все-таки. Многие ценностейцы были в пяти. Мы не имеем ценностейцы, которые очень весны. Они не едут много для всей жизни. И мы имеем много фишки в якутии, которые очень вкусные, и вегетации. И как мы видели на этом видео сюжете, вот бабушка, которая 98 лет, и вот то, что она нам сказала, это практически правда, то, что мы нашли по всему миру. То есть большинство долгожителей по всему миру, они не толстые, они, получается, не кушают слишком много, у них еда выверенная, они кушают, получается, очень много фруктов, овощей, и вот в Якутии у вас есть очень много всего. Действительно, среди долгожителей мы не видели полных людей. Также, они также были активны, mentally и физически, физически, они были двигаться, и также, вы видите, что женщина 98 лет была очень активна, и также, они обычно имеют социальную семью, социальную жизнь, может быть, с семьей, может быть, с социальной, может быть, с социальной, так что они также были активны с другими людьми. И то, что мы обнаружили, это то, что долгожители, большинство, они очень активны, как в физическом плане, так и в умственном. То есть, они в физическом плане активно работают постоянно, что-то делают, и в умственном. У них есть, как бы, постоянная среда общения, они общаются с людьми, со своей семьей, у них такой позитивный настрой получается, и хорошее настроение, и это очень помогает. И где бы это ни было, то Средиземноморье, или Южная Америка, или где угодно, все люди, которым больше 100 лет, они вот именно ведут такой образ жизни. Ну, это значит, делаем вывод. И это значит, делаем вывод. И одно из самых главных вещей, которые мы нашли, это то, что люди, которым больше 100 лет, у них всегда есть планы на будущее. Цели, интерес к жизни. Да, действительно, это научно как-то подтверждено, что если человек, ну, имеет, если имеет хороший характер, он позитивен, он доброжелателен, что он дольше проживет, как это подтверждается, чем? Доказано. Имеются убедительнейшие данные о том, что люди с высоким интеллектом, скажем, IQ, вот этот коэффициент интеллектуальный, имеют шанс прожить больше после 65 лет, чем люди с низким интеллектом. Это мужчины, а женщины наоборот. Чем ниже, и моим, тем дольше живет. Объяснение очень... А почему так, Владимир Николаевич? Объяснение такое, что женщина с высоким интеллектом в нашем мужском обществе должна доказывать мужчинам свою состоятельность. И постоянно испытывает стресс. Живет больше стресс. Ну, вообще, современная жизнь, она такая очень стрессовая, она очень стремительная. Ты постоянно должен кому-то что-то доказывать. У тебя постоянный карьерный рост, ты находишься вообще в регулярном движении. Вообще, вот я сейчас слушаю, да, я так понимаю, что люди, которые живут в городах, то есть, они вообще, наверное, ну, не могут прожить долго, я так понимаю, да, потому что, ну, плохая экология, плохие продукты, не то, что в деревне там свежие какие-то, да. И, ну, естественно, ты постоянно находишься на работе, никакой физической активности. Что, смех 40 лет? Вот на Кеннаве или уже в деревню. А это и японский действительно феномен, вот о нем бы еще чуть подробнее. Я просто скажу, в Японии на Кеннаве самая высокая плотность, относительное число столетних на 10 тысяч населения. И удивительное дело, японцы, живущие на Кеннаве, не имеют высокого уровня образования, как правило, занятые сельскохозяйственным трудом, ловят рыбу, потребляют пищу, сою, бамбук, рис, рыбу. Давайте мы еще сейчас прервемся на рекламу, а потом продолжим. Реклама на НВК САХА. Посмотрите программу «Не пропусти главное». Говорим об интереснейших вещах, как прожить дольше, дольше работать, дольше зарабатывать и погасить, наверное, 30-летний ипотечный кредит. Владимир Николаевич, пожалуйста, к вам вопрос. Вот я уже сказал, что японцы на Кеннаве живут дольше других людей. То же самое в Сардинии, в Италии. Есть еще в Латинской Америке такой же кластер столетних. Как правило, эти люди мало едят. Потребление на Кеннаве суточное до 2000 ккал в сутки. В Токио уже больше столетних едят, порядка 2500 ккал. А северный человек просто не выживет. Вот как в Якутии выжить в таком суровом климате, выжить на низких калориях. Поэтому люди мечтают о сказочной пилюле, которая позволит есть все и вместе с тем не втолстеть, не страдать от ожирения. Как в Соединенных Штатах, где потребляют больше всего килокалорий, около 4000 ккал. И там национальное бедствие ожирения, которое сейчас добирается до Европы и до нас тоже. В Европе едят меньше. И вот известно из научных исследований, что ограничение калорийности питания увеличивает продолжительность жизни. И созданы препараты, которые являются как бы имитаторами ограниченной калорийности диеты. Среди них антидиабетические бегуаниды, такие препараты, метформин. Он под разными названиями выпускается. И вот сейчас происходит бум мировой геронтологии. Потому что доказано, что метформин продлевает жизнь и снижает риск злокачественных образований, сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, показано, недавно было, совсем работа с 2015 года, на огромном количестве людей показано, что метформин увеличивает на 15% продолжительность жизни у больных с сахарным диабетом второго типа, диабетом пожилых, по сравнению со здоровыми. Это позволило Американскому комитету по регулированию лекарств в Кудендрак Администрейшем принять к исполнению проект, одобрить проект по применению метформина для продления жизни современных людей. Он еще пока только исследования проходит, этот препарат? Нет, они только начинают. А, это является лекарственным препаратом или это биодобавка? Это лекарственный препарат, который используется для лечения сахарного диабета пожилых. И он снижает на 40-25% речь рака, увеличивает продолжительность жизни. Но это только один препарат. Ну, тут есть волшебная пилюля. Ну, все мы ждем, когда появится таблетка от старения. Она появится вообще когда-нибудь? А еще очень часто мы в новостях слышим, что открыт ген старения. Открыт он, нет? Гены старения открываются каждый год. В год по несколько раз. Видимо, не существует единого гена старения, как не существует единого механизма. Я хочу добавить очень важное то, что сказал Владимир Николаевич по поводу препаратов, которые изучаются. Но дело в том, что именно в СССР, в России был открыт новый класс, новая группа пептидных биорегуляторов. И первый опыт проведен в лаборатории Владимира Николаевича Анисимова, когда он был юным и молодым. Это где-то было в начале его карьеры. Да, под руководством очень известного ученого, профессора Дильмана Владимира Михайловича, который является сейчас классиком науки о старении в том числе. Кстати, слово геронтологии было предложено Ильичем Мечниковым в России в 1993 году. Так что Россия родина многих вещей, в том числе и геронтологии. Так вот, я хочу сказать, что исследования, которые проводились в институте онкологии, военно-медицинской академии Немикирова, где я возглавлял лабораторию биорегуляторов, показало, что применение этих пептидных препаратов увеличило среднюю длительность жизни животных, ну, начали мыши, крысы, обезьяны, на 20-30%. Это опубликовано, сделано и является очень большим достижением российской геронтологии. Разработка геропротектора. Кстати, это лекарственные препараты, которые прошли все испытания, уходят в фармакопею, и, в общем-то, грамотные гериатры должны их назначать пациентам, в том числе, то, что мы видели сюжет по дому ветеранов, где тоже должны быть эти препараты. Они существуют. Именно знания, больше информации, вот это главная задача как для врачей, так и для студентов. Вот мы сегодня были в университете, в северо-восточном университете, прекрасный университет, где тоже идет речь о том, чтобы эти знания получали и студенты. А скажите, пожалуйста, насколько доступны вот эти препараты? Вы знаете, некоторые из этих препаратов доступны сегодня. Если мы пойдем в аптеку вот здесь, в Якутске, то какие-то из этих препаратов есть в продаже. Но, к сожалению, в силу малой информированности среди врачей, но, тем не менее, я хочу сказать, что уже сегодня есть возможность замедления процесса старения и увеличения средней длительности жизни и, главное, повышения ресурса человека. Здоровой жизни. Здоровой жизни. Я даже приведу пример, извините, даже, кажется, вот вы спрашивали вас, когда начнется старение? Старение вообще, если сильный стресс, плохая генетика, начинается вообще еще и раньше. И когда мы посмотрели олимпийскую сборную по художественной гимнастике здоровья этих девочек, 18-20 лет, Светлана Владиславовна является доктором этой олимпийской сборной, мы увидели износ их организма сильнейший, то есть прижименное старение. И вот методы профилактики и диагностики позволили поставить все это на место и потом получить, добиться высоких результатов. А вот почему все-таки... Это, наверное, очень интересно, действительно. Да, вы знаете, к сожалению, мы задумываемся почему-то о старении, уже достигнув какого-то определенного возраста. На самом деле думать о старении мы должны уже с юного возраста. И сегодня фундаментальные научные исследования, фундаментальные открытия позволяют использовать те уникальные достижения, которые были созданы и нашими российскими учеными, и зарубежными учеными, для того, чтобы снизить риск вот этого ускоренного старения. Вы понимаете, мы не говорим о продлении жизни, да, и вот, например, то направление, которым мы занимаемся, антивозрастной медициной, это не косметология, это не эстетическая медицина. Это медицина, которая как раз на практике использует все фундаментальные исследования геронтологии, которые созданы. Так вот, эта медицина, она позволяет нам повысить резерв, ресурс нашего организма и замедлить процессы старения. А почему вообще врачи не назначают изначально, может быть, вы говорите, 18 лет, ну, 40 лет, для профилактики эти препараты, если они уже сегодня существуют, если они сегодня уже применяются? Ну, почему же, назначают, конечно, назначают. А почему вы говорите, что они малоизвестны? Это как будто как-то замалчивается. Как будто замалчивается, да, да. Назначают ли в генеатрическом нашем центре препараты, о которых Владимир Хацкирович только что рассказал? Вот я, когда вначале говорила, да, о государственной политике, я как раз сказала о том, что мы должны готовить специалистов, которые знают это направление. Они знают, какие лекарственные препараты назначать, кому можно, да, кому в какое время, по каким анализам, там, допустим, ориентироваться, да. То есть это большое направление, и оно должно быть, работать достаточно четко, а не так, что, вот, допустим, сегодня терапевт у нас сидит в поликлинике, да, ну, взял откуда-то и назначил этот лекарственный препарат. Это неправомерно. Или человек взял и сам себе назначил. Да, и так не должно быть. Или, допустим, вот сейчас звучат какие-то действия, и звучат какие-то препараты. Сейчас пойдет наше население в аптеку, да, и скажут, вот дайте мне там один, второй, третий препарат. Это тоже неправильно. Поэтому мы должны выстроить систему и понимать, что есть люди, которые ведут это направление, они ведут определенную категорию и группу людей, да, и целенаправленно назначают и лекарственные препараты, и образ жизни. Но мне очень настораживает, да, когда говорят о лекарственных препаратах. Почему? Потому что я все-таки думаю, что правильно будет, когда мы будем говорить об образе жизни. Потому что все-таки основа основ – это образ жизни. А лекарственные препараты, да, это уже составляющая, та, которая нам поможет в преодолении каких-либо физических недугов или, допустим, уйти от тех процессов, метаболических процессов, которые происходят, к сожалению, не на благо организму. То есть не на омоложение, а наоборот, допустим, борются с процессом старения. Но все-таки образ жизни – это впереди. Вот, может быть, сейчас коллега подтвердит. Да, я бы хотела именно так продолжить разговор этот, потому что мы вот в клинической практике как раз видим, что самых больших успехов в лечении очень многих расстройств, которые сокращают жизнь, добиваемся, когда человек изменяет свой образ жизни. И уже многократно повторили, что это значит. Это значит правильно питаться, правильную физическую активность иметь. Человеку нужно, причем действительно об этом нужно задумываться как можно раньше, а не достигнув пожилого и старческого возраста. Это уже поздновато. А дальше вот еще какая проблема есть, которой не коснулись. Дело в том, что с возрастом появляются разные нарушения в организме, разные расстройства. То, что мы говорим, много болезней у человека может одновременно быть в разной степени выраженности, но тем не менее. И действительно должны быть специалисты, которые вот с этим множеством болезней правильно боролись, назначая медикаменты. Потому что сегодня огромная беда нашего времени – это как раз употребление одним человеком одномоментно 5, 6, 8 медикаментов. И кроме этого население употребляет еще неназначенные медикаменты, биологически активные добавки, среди которых очень много с токсическими примесями и так далее. Потому что и на самом деле это очень сложная вещь, потому что с одной стороны люди, подходя к этому возрасту, они имеют разные и разной степени выраженности факторы риска. И многие из них нужно было в молодом возрасте еще профилактировать. И сегодня есть такая возможность. Возможность, в том числе некоторым, имеющим генетические некоторые нарушения, например, тот же выраженное нарушение липидного обмена, им действительно нужно было принимать медикаменты, может быть, гораздо раньше, чем в пожилом и старческом возрасте. А когда многие медикаменты, видите, дело в том, что метаболизм, то есть превращаются все медикаменты так же, как и пищевые вещества, превращаясь в организм, и они все взаимодействуют в печени прежде всего. И вот, а мы ведь индивидуальную, индивидуальную вот эту особенность каждой печени у каждого человека, мы возможности не имеем изучать. Поэтому нужно, чтобы врач как раз знал взаимодействие лекарственных средств. Вот особенно тот, который работает с пожилыми людьми. Потому что в связи с лекарственным, вот это неблагополучным лекарственным взаимодействием, мы имеем массу осложнений, в том числе смертельных осложнений. Ну, те же самые уносят жизни. С одной стороны, желудочное кровотечение, я гастроэнтеролог, прежде всего об этом говорю, а с другой стороны, инфаркты, инсульты, которые, в общем, можно было предотвратить, если бы правильно было назначено лечение. Вы знаете, вот скептики, я одну секунду перебью, скептики очень часто, когда, я помню, лет 10 назад я курил активно, сейчас уже бросил, уже 10 лет как-то не курю, но вот когда он говорит, ты знаешь, надо бросать курить, дольше проживешь. Павел, мы должны перерваться во время рекламы. Реклама на НВК Саха. Смотрите программу «Не пропусти главное», продолжаем говорить о долголетии, там, как прожить дольше. Долгую и здоровую жизнь. Так вот, до перерыва я говорил о том, что очень много скептиков, которые говорят, у меня была там бабушка, дедушка, приводят кучу примеров, пила, курила, прожила там до 90 лет, до 100 лет. Так ли влияет тогда образ жизни на, может быть, это все-таки избирательный процесс, потому что есть какие-то другие причины, которые наиболее влияют, чем образ жизни. Да, причин, конечно, комплекс, но вот как раз курение является таким фактором риска, вред которого доказан, ну, абсолютно, абсолютно доказан для огромного количества заболеваний и сокращающих, и уносящих жизни. Ну, хорошо, что я бросил курить. Понятно. Молодец. А знаете, среди продуктов, которые, наоборот, рекомендуют употреблять, чтобы жить долго, это, ну, все мы знаем, это орехи, это мед, вот, это в том числе красное вино, и было написано, что употребляете эти продукты как можно чаще. А, как чаще. Пересчитали. Вот это тоже моя тема, любимая. Про красное вино или про орехи? Про алкоголь. Дело в том, что вот, на самом деле, большие эпидемиологические исследования говорят о том, что лица, которые употребляют малые дозы алкоголя, это малые в российском понимании вообще смешные дозы. Дозы, потому что 12 грамм чистого алкоголя, да, это очень мало, ну, предположим, 2 раза, 3 раза в неделю. Вот это такие условно безопасная доза, условно, потому что еще у каждого свой метаболизм алкоголя. Влияют на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность позитивно. То есть ситуация лучше у совсем не пьющих, вот с чем сравнение сравнивается. Но дело в том, что в одном из наших исследований, давних уже, мы показали, что те, кто не пьет, скажем, в течение последнего года в эпидемиологии, этот критерий исследуется, изучается. Оказалось, что там бывших пьяниц очень много, понимаете, они уже прекратили употребление алкоголя, потому что они заболели. И на первом месте опять сердечно-сосудистая патология, а на втором месте заболевание органов пищеварения. Вот поэтому к этому нужно к пользе алкоголя надо относиться очень осторожно. И во всяком случае давным-давно Всемирная организация здравоохранения пресс-релиз даже выпускала с рекомендацией врачам не рекомендовать алкоголь для улучшения качества жизни, жизни вообще и так далее. Поэтому опасна, опасна эта рекомендация. А высокие дозы смертности повышают, это доказано абсолютно. То есть чем выше доза, тем больше. Как вы относитесь к применению биопрепаратов для продления жизни? Что мы сейчас discutим, что алкоголь это очень комплексный механизм. Это очень комплекательный. Это должен быть с интегрированностью. Начинать как быстро, как сказал, как доктор Светлана. Мы не можем думать, что это просто магическое пиле, который решит нашу проблему. Мы не можем думать, что мы можем продолжать генетизм, продолжать смокироваться, продолжать смотреть телевизионный день, и получать пиле, и решить это. То есть старение это очень сложный процесс, и мы должны подходить к нему комплексно. То есть получается так, что мы не должны думать, что мы можем всю жизнь просто пить, курить, есть сколько мы хотим, и потом в конце жизни вдруг возьмем и проглотим какую-то таблетку, и все будет хорошо. Нет, это не так. Мы должны с самого раннего возраста задумываться о том, как мы будем стареть. То есть мы должны принимать все необходимые меры, правильно питаться, правильно заниматься физической активностью, умственной активностью, и так далее, чтобы в конце концов все было хорошо. А как вот бороться с современными вызовами общества? Карьерный рост, я об этом задавал вопрос, все требует от человека максимальной собранности, и в здоровье уходит на второй план. Как бороться с этим? Это очень хорошая вопрос. Это также потому, что есть более маленькие городки, чем в больших странах. Мы говорим о Окинауе и Токио, и в больших странах, когда есть много стресса и конфуциона, и в больших странах есть более маленькие, чем в маленьких городах. Это будет проблемой. Очень хорошая вопрос. Вы правы, на счет того, что это большая проблема, потому что мы видим, что большинство долгожителей живут именно в таких маленьких деревнях или изолированных районах. То есть в больших городах практически их не так много получается. И как собрать это? Как собрать это? Я думаю, мы должны попробовать, чтобы жить в порядке, чтобы емать хорошо, чтобы уничтожить себя, чтобы расстраиваться, чтобы при этом был очень удобен. Конечно, если мы живем в городе, мы не можем не помочь в маленьких городах, но мы можем держать социальную активность и пытаться активно активировать и физически. И также есть техники, чтобы бороться с стрессом. И, конечно, если мы живем в большом городе, то мы, скорее всего, не сможем оттуда переехать куда-то в деревню. И как мы можем бороться с этим стрессом? Во-первых, правильно питаться. Во-вторых, у нас должна быть хорошая социальная обстановка, у нас должны быть друзья, хорошие знакомые и так далее. И, конечно, нам необходимо вот иногда есть такие технологии того, как бороться со стрессом. То есть у нас должно быть много именно хороших социальных контактов, так как деревни, например, все знают друг друга, а в городе... У нас в Якутии немножко другая ситуация, немножко другая. Дело в том, что среди 90-летних показатели долгожительства в городской и сельской местности, между ними небольшая только разница, чуть-чуть превышает показатели именно среди сельских. Но если мы возьмем 100-летних, там действительно гораздо больше живет 100-летних в сельской местности. Под 90-летним мы немножко отличаемся, но все-таки показатели одинаковое количество и в сельской местности, и в городской. Такое небольшое отличие нашей Якутии. Да, у меня есть дополнение. Хочу добавить к доктору Барбагалию. Дело в том, отвечая на ваш вопрос, что делать? Первое. Это соблюдение биоритма. Мы о нем пока не говорили. Это соблюдение режима дня и ночи. И вот нарушение биоритма, особенно вот даже в Якутии, когда светло, ну так сказать, длинный день бывает. И у нас будет завтра доклад, будем делать против Виноградова, покажут, что как с этим бороться. И вот соблюдение биоритма, то есть вот режим дня и ночи является важнейшим фактором. Он же является и антистрессорным. То работа по ночам как раз сокращает, так скажем, жизнь и увеличит число заболеваний. Поэтому, если в качестве вот, так сказать, некоторых рекомендаций для наших телезрителей, ну каждый еще добавит, безусловно. Но первое, это соблюдение биоритма. Вот есть такая очень хорошая русско-народная пословица. Рано ложиться, рано вставать, болезни и горе не знать. И большинство долгожителей рано ложится и рано встает. Затем, это правильное питание. Вот ограничение калорийности питания на 20-30 процентов увеличивает качество жизни там на 15-20 процентов. Это уже доказано и снижает частоту диабета. Поэтому, дальше, соблюдение биоритма питания. Завтрак, обед, ужин. Ну, конечно, хорошая вода. Обязательно физкультура. Вот в Китае даже есть такая, у них такая методика, что сколько раз ты поел в день, столько раз ты должен подниматься физкультурой. То есть, метаболизм. Вот метаболический синдром, тоже о нем будет доклад завтра будет. В клетку что-то вошло, должно выйти. А это только физкультура. Ну и, конечно, современные медицинские технологии диагностики и применение тех или иных лекарств или не лекарств или БАДы. Кстати, БАДы, вот при некоторой аудитории, что это плохо, это ни в коем случае. Научно доказанные БАДы, это те же самые вещества, что и лекарства. Вот многие лекарства на растениях существуют. Вот мы их едим на обед, на ужин. Это тоже лекарства, если в большой дозировке, а в маленькой это БАДы. Поэтому здесь нужно очень грамотно подходить ко всем этим. Вот эти такие рекомендации, мне кажется, будут полезны нашим телезрителям. Ну скажите, а эти БАДы тоже должен назначать врач-гириатор или этот человек может сам самостоятельно принимать? Вообще, конечно, лучший врач-гириатор, который знает, кто произвел степень доказательности, не просто кто-то что-то хочет. Все должно проходить стадию научного исследования и доказательной медицины. А то сейчас ведь у нас люди настолько самостоятельные, рекламу увидели, сами себе назначили, сами себя лечат. К сожалению, очень много приезжают. Знаете, мы являемся сторонниками некоторой цензуры в отношении лекарств, БАДов, косметики для населения. Вот это очень важный фактор, я бы сказал, такой социальный момент, который требует ограничения. Ну понятно, бизнес есть бизнес, но все-таки в интересах населения цензура необходима выпускать туда то, что научно доказано и полезно. Нельзя непроверенные биологически активные добавки потреблять, нельзя, потому что, к сожалению, наше население... Спасибо, извините, что вас прерываем, мы должны уже заканчивать. Давайте закончим на хорошей ноте, что мы приходим к тому, что жизнь все-таки на стороне тех, кто ее любит и ею дорожит. Давайте будем жить долго, будем здоровыми. Я желаю вам удачи, завтра удачных выступлений, хороших докладов, интересов. Спасибо. До свидания, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok